Приветствую, коллеги, любители цветов, дорогая цветочная семья. И меня часто спрашивают, что делать, если не цветет декабрист, зигокактус, рождественник. У вас он цветет? Везде, где только я вижу, он в цвету. И вот получаю вопрос. Верите ли вы в это? Меня очень заинтересовало. Что за таинственный вопрос? Посмотрела, мне прислали ссылку на фильм, что рождественник будет цвести, как сумасшедший. И спросила меня Ирина, а вы в это верите? Я подумала, а почему бы не попробовать? Давайте пробовать вместе со мной. Для этого необходимо аспирин, одну тавлеточку, растворить в литре воды и брызгать это растение. Не знаю, насколько часто, но в фильме показано, что цветов не было, а потом весь цвету оказался этот рождественник. Я имею два рождественника. Они ко мне попали от Тамары. Я их не пересаживала. Как они в садовом грунте были, в тех же горшочках остались. Здесь у меня, правда, уже кашпо. Стоят они, не хотят меня сильно радовать. Но вот покажу вам немножко ближе. Кое-где, конечно, намечаются эти бутоны, намечается цветение. Так что, проводим эксперимент. Хорошо, что у меня два похожих растения. Вот это вот как-то более угнетено, это меньше угнетено. Но покажу вам ближе и вы сами осмотрите. Перепутать эти растения нельзя, потому что они вот в таких горшочках. Единственное, что я сейчас приготовлю аспирин и воду. Перед вами эти два растения. Беру аспирин, одну таблеточку, разминаю. Лучше растворяется в порошкообразном состоянии. Я уже испробовала и так, и так на других таблетках, особенно на метронидозоле. И вот сейчас растворю в литре воды. Но лучше брать тепленькую водичку. Если действительно появится результат и будет хорошее цветение, почему бы не использовать аспирин? Посмотрим. Сегодня 20 декабря. Здесь есть бутончики, но растение, видите, вялое какое-то, безжизненное. Итак, эксперимент начинается. То дальнее растение я не обрабатывала. Обратите внимание на горшочки. Один в кашпо, второй в голубом горшке. С момента обработки аспирином прошло два дня. Можно еще пробрызгать. Видите, что я использовала одну таблеточку. Но мне целый литр не нужен. Я возьму половинку, даже четвертинку. И четвертинка пойдет на стакан воды. Сейчас готовлю раствор. Возьму я в этот раз вот такой объем. Видите, что уже растолкла четвертинку. И сейчас добавлю воду. Раствор выглядит вот так. Хорошенечко его размешала. И теперь пробрызгиваю. Грунт поливать не надо. Все-таки это суккулент. И он не любит так много влаги. Пока вижу, что вот только один бутон, который был. Так он и один. И покажу сейчас второе растение. Второе растение выглядит вот так. Видите? Его я не обрызгивала аспирином. Но оно и выглядело лучше. Буду наблюдать. Вот этот подкармливаю по листу каждые два дня. Прошло еще какое-то время. Я решила проверить, как работает аспирин. Вы видели это в начале фильма. Что я могу сказать? Вот это растение, которое было слегка ослаблено. Я не могу сказать, что на нем слишком много бутонов. Ну вот есть один распускающийся. И еще один. Немножко подкрепило это растение. Но сказать, что изумительно действует аспирин, я не могу. И вот оно второе растение, которое не было обрызгано аспирином. Оно было более крепким. Ну да, у него тоже два бутона. Так что делайте вывод, как проявляет аспирин в помощи нашим растениям. В помощи рождественнику. Сегодня 8 января. И, видимо, я уже заканчиваю свой эксперимент. Так как вывод уже можно сделать. Слегка-слегка улучшил состояние. Но не больше. А вы решайте, помогает вашим растениям аспирин или нет. Я просто решила проверить, так это или нет. Прошел еще один день. Раскрылся один цветок. И это все. Этот бутончик пока спит. В соседнем горшочке, который я не обрабатывала, два бутона. Ну, могу высказать свое впечатление про действия аспирина. Немного работает. Но не так, как было заявлено в видео, что совершенно не было цветов. А потом сразу же появились. Слегка-слегка аспирин все-таки дает результат. Ну, а вы решайте сами. Будете пользоваться или нет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok